35 лет назад они защищали цвета ульяновского старта, нападающий Игорь Бурков и столб обороны Наиль Садыков. Потом судьба раскидала их по стране, но в 2023-м они снова встретились на зеленом газоне, в матче ветеранов ульяновского и казанского футбола. Сами участники поединка говорят, такие встречи словно эликсир молодости. Общение, удовольствие от игры, счастье от игры, от тех технических приемов, которые мы сейчас совершаем, остановки мяча, передачи мяча, обмана движения ударов в ворота, а из гола забьем, это вообще космос, наверное. Ветеранский матч хоть и товарищеский, но принципиальный. Он проходит на тренировочной базе казанского Рубина и предваряет встречу основного состава Рубиновых и Ульяновской Волги. Впервые в истории эти клубы сойдутся в рамках чемпионата страны среди команд первой лиги. Мы обязаны поддерживать и вообще жить Волгой. Это бренд Ульяновска. Я считаю, что мы поможем этим. Мы приехали именно поддержать нашу команду и надеемся, что это получится. Еще год назад в это трудно было поверить, но сейчас реальность Ульяновской Волги выходит на газон стадиона, где в 2018-м кипели страсти чемпионата мира. И без того праздничной атмосфере солидности добавляет турок Гигдениз Городениз. Его звезда сверкала в Рубине 15 лет назад, а теперь он – почетный гость матча. И за его автографом громадные очереди. Много побед связано с его именем. Провел много матчей за Рубин. И вообще помогает Торстану строить мячей здесь. Я был на последнем матче, когда он выступал. И тут был весь полный стадион. То есть практически коншлаг был. На матче Рубина и Волги второй и предпоследний командный чемпионат до аншлага, конечно, далеко. Около 6 тысяч болельщиков на 45-тысячном стадионе занимают всего несколько секторов. Самые стройные и самые громогласные ряды – фанатские. Всего пару речевок своих фанатов хватило Рубину, чтобы открыть счет в матче. Виталий Лисакович уже на второй минуте отважился на удар из-за пределов штрафной. И после рикошета от Аслана Дашаева мяч по немыслимой траектории упал за спину Андрею Климовичу. Наверное, в этом и заключается класс команды, что при небольшом количестве моментов мяч оказывается в сетке. Почти тут же получил травму Алан Загоев – главная нынешняя звезда Рубина. План казанской команды на игру полетел в Тар-Тарары. Я думаю, что у болельщиков был план такой. Выходим, забиваем сразу 2-3, да, и мы не нервничаем, доводим матч до конца. Но это не про нашу жизнь. Особенно тяжелая жизнь у хозяев начинается во втором тайме, когда Волга получает численные преимущества. Она много владеет мячом и удивляет своей игрой многих. Среди которых воспитанник казанского футбола, экс-полузащитник Волги Дмитрий Белозеров. Несколько лет назад он попал в автокатастрофу и теперь прикован к инвалидной коляске. Но на футбол выбирается часто. Матч своей бывшей команды пропустить не мог, говорит экс-полузащитник Волги. У Волга впечатление, как бы говоря, с учетом дебютанта для первого дивизиона. То есть, как бы говоря, довольно-таки добротная команда. Не хватает вот где-то вот завершающей стадии, когда нужно ударить поворотом. То есть, а так в основном, то есть, ну, приятное впечатление оставляет. Увы, но за приятные впечатления очков не начисляют. Волжане старались изо всех сил, но Рубин выстоял. Гол Исаковича, забитый в самом дебюте матча, так и остался единственным. На этот раз Казань взять не удалось. Поражение 0-1. В целом я довольна игрой. Доволен на отношениях своих ребят. Все, я думаю, в Казани увидели, что команда Волга приличного уровня. Поэтому все должны задуматься и, естественно, готовиться с полной серьезностью к нашему миру. После долгой паузы Волга возвращается в родной город. 19 марта у нее очередная битва за выживание в первой лиге. Соперник – Владикакасская Алания. Начало матча на труде в 17 местного. Михаил Сашанский, Управда ТВ, из Казани.